Мы пришли сюда поддерживать своих мам. Наши мамы победят. С таким настроем юные футболисты пришли поддержать своих мам на финальном этапе конкурса «Мамы футболистов». Всего в проекте приняло участие пять мам. За два месяца они прошли большое количество испытаний. Кулинарный конкурс, видеовизитка, спортивный этап, благотворительная акция. Мы прошли очень много этапов. Невозможно сказать, что был какой-то один из них, не запоминающийся. Все были запоминающиеся. Я думаю, мы надолго это запомним. Да, девочки? В финале конкурса мамам предстояло показать себя на все сто. Продефилировать на сцене, ответить на вопросы, а также проявить себя в творческих номерах вместе со своими сыновьями. Координатором и организатором мероприятия стала Мария Иванова. Она делала все, чтобы все участницы дошли до финала. И, как признается, сложности были, но все незначительные. Каждая мама уникальна, интересна и достойна победы. Я с первых секунд почувствовала себя командой, и до сих пор мы командой, которая еще больше сплотилась. Как мы вчера подметили, у нас получилась великолепная пятерка, и я как вратарь. В общем, было очень интересно, полезно, познавательно и мне, и подружились с самой лучшей положительной эмоцией. Желаю удачи каждой из них. По итогам конкурса «Мама футболиста» победительницей в номинации «Самая народная мама» стала Ольга Шахватова. В номинации «Самое доброе сердце» победила Марина Тюрина. Мамой «Позитив» стала Домникия Югова. В номинации «Мама энерджайзер» Наталья Соснина. Марина Кочеткова стала самой яркой мамой. Абсолютной победительницей конкурса стала Наталья Соснина. Такие мероприятия Мария Иванова и спортивная школа ИКАР планируют проводить традиционно в разных спортивных сферах.